Библейский портал экзегет.ру представляет Доброе время суток, дорогие братья и сестры, все любители исследований Слова Божия. Мы с вами продолжаем изучение книги Священного Писания, книги «Исход» на интернет-портале экзегет.ру И с вами сегодня снова Сладков Андрей Иванович, преподаватель Николы Перервинской, Сретенской, Духовной семинарии и Российского православного университета, специалист в области православного богословия. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели третью главу книги «Исход», где Господь является Моисеем особым образом в неопалимой купине и открывается ему с именем «Я есмь тот, кто я есмь». Не то, чтобы Бог никогда раньше не открывался с этим именем народа израильскому, как толкуют некоторые исследователи Священного Писания, но в большей степени это говорит, что Бог готов был всегда открыться народу так, как он есть, но в зависимости от того, насколько народ может его воспринять. И вот Моисею Господь открывает с этим именем и посылает его в Египет, чтобы вывести оттуда израильтян, которые находятся там 430 лет в рабстве у фараона. Мы с вами говорили о том, что Священное Писание Ветхого Завета – это детоводитель ко Христу. Все образы, которые есть в Священном Писании, они во всей полноте раскрылись в книге Нового Завета и в Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. И мы с вами продолжаем чтение и переходим к 4 главе. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь?» То есть мы видим, что Моисей здесь выражает некое сомнение, что если я приду и скажу от имени твоего и произносу им имя Яхвы, я есть тот, кто я есим, но они все-таки не поверят мне. Сомнение – это такое состояние человеческого духа, которое часто преследует и нас с вами на пути служения Богу. Иногда мы видим, что Бог призывает нас на какое-то служение, на какое-то дело милосердия, но мы часто выражаем сомнение, а так ли на самом деле, а угодно ли будет мое дело Богу. Моисей тоже был человек, и у него тоже, несмотря на то, что он был избранный муж, особый пророк Божий, но как у человека он тоже выражал какие-то сомнения. Хочу сказать, что сомнения бывают разные. Сомнения бывают, когда человек ищет Бога, и сомнения бывают, когда человек отвергает все, то есть такое сомнение нигилиста. Поэтому это очень важно подчеркнуть. В Священном Писании Нового Завета мы находим, например, такое положительное, скажем, сомнение, это сомнение апостола Фомы, который пытался проверить, так ли это на самом деле, так ли было все с Господом, как рассказывали ученики, потому как, если вы помните, это событие, оно изложено, кто любит читать Священное Писание, в Евангелии от Иоанна, 20 главе, там сказано, что когда Христос явился ученикам, то среди них не было Фомы. И вот когда Фома усомнился и сказал, что пока не вложу перста и не увижу Господа, как он есть, не поверю. То есть это было такое положительное сомнение поиска. Он искал подтверждение своей истины. Вот если у православного христианина возникает такое состояние сомнения, то можно быть в некой степени уверенным, что это сомнение, в общем-то, произведет то, что произошло с апостолом Фомой, когда Господь ему явился, то он воскликнул, это самое сильное исповедание, которое есть Господь и Спаситель Иисуса Христа в Священном Писании, когда он воскликнул, Господь мой и Бог, мой Кириус Атеос, то есть ты и Господин, ты и Бог, никто так не воспринимал и не называл Христа, как тот сомневающийся, но потом укрепившийся Господи. Моисей тоже сомневается, он говорит, а вдруг мне не поверят, и скажет, откуда мы знаем, явился тебе Господь или не явился, но это положительное сомнение, которое будет выражаться у Моисея на протяжении, в общем-то, долгого времени, всех походов их вместе с Саароном, как мы дальше увидим, к фараону. Тем не менее, это такое положительное сомнение, его можно сопоставить, ну, с такой заповедью блаженства, если хотите, даже можно сказать и так, как блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть Моисей видел свое недостоинство. Поэтому здесь можно сказать, всякий человек, который видит свое недостоинство, в каком-то служении, которое поручает ему Бог, это как раз есть здоровое, нормальное состояние христианской души. А тот человек, который видит себя во всем достойным, и как там у Пушкина, он был доволен сам собой, своим обедом и женой, то есть такое самодовольство человеческое, оно как раз приводит человека к упадку в дальнейшем, такому состоянию самолюбования никогда не доводит до хорошего. Поэтому, видя свое недостоинство, Моисей, тем не менее, делает то, что говорит ему Бог. И мы читаем с вами далее второй стих. «И сказал ему Господь, что в руке твоей у тебя?» И отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. Мы видим, что здесь, мы сейчас увидим первое знамение, второе и третье, которые Господь дает Моисею для того, чтобы он убедился, сам укрепился и убедил своих собратьев, что Бог послал его для того, чтобы вывести их из этого египетского рабства. Снова хочу напомнить, что все события, которые происходят в Ветхом Завете, они обращены напрямую к нам. То есть, Бог нас вызволяет из этого духовного рабства. Мы с вами, конечно, не находимся ни в каком ни в Египте. Да, и мы находимся в свободной, в общем-то, стране. Но, тем не менее, здесь в большей мере говорится о рабстве, служении человеческим страстям, которые есть внутри каждого человека, видящий свои грехи, видящий свое состояние, своей души. Я думаю, здесь Моисею Господь говорит, что брось этого змея, да, и бросил он на землю, и жезл превратился, как мы видим, в змея, и Моисей побежал от него. Здесь многие отцы церкви, в частности, например, Кирилл Александрийский, святитель, он пишет, что когда жезл – это символ власти, символ правления, символ некой воли, и когда он превращается в змея, а змея – это всегда прообраз дьявола, мы помним искусившего Адама и Ева в Эдемском саду, то он сначала превращается в змея, но этим самым Господь показывает, что потом Моисей от него побежал. То есть мы видим, что здесь такое аллегорическое столкование, если над нами властвует, то есть жезл превращается в змея, если над нами властвуют страсти и пороки, то от них надо бежать, как это и сделал в этом случае Моисей. И далее мы видим, что читаем с вами четвертый стих, «И сказал Господь Моисею, прости руку твою и возьми его за хвост». Он простил руку свою, взял его, и он стал жезлом в его руке. Интересное очень замечание, многие комментаторы обращают на это внимание, и в частности отцы церкви, и учителя, они говорят, почему Моисею было сказано о том, что надо змея взять за хвост. Это как-то нелогично с точки зрения человеческой, потому как надо взять змея за голову. Мы знаем, наверняка кто-то может и вживую видел, а кто-то по телевидению, как действительно есть целая профессия змееловы, которые ловят змей для того, чтобы брать у них яд для фармакологических целей. И когда они их ловят, то они их берут как раз за голову, для того, чтобы не ужалил змея человека. Но здесь он берет его за хвост. Этим самым он показывает Моисею, Господь показывает Моисею, что иногда человеческие какие-то мерки, где есть воля Божия, они не всегда поддаются логическому рассуждению человека. Поэтому здесь Господь утверждает Моисея в том, чтобы он доверял больше воле Божией. Как это было, например, с Авраамом, как описывается это в книге «Бытие» 22 глава. Наверняка многие помнят, что когда Аврааму было сказано «Пойди принеси сына твоего в жертву единственного твоего, которого ты любишь» с точки зрения человеческой, ну это безумие. Но почему там делает Авраам так? Почему здесь Господь так укрепляет Моисея? Потому что снова и снова мы вспоминаем эти слова. Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Бог не искушает человека, Бог не подвергает человеку опасности. Как сказано в Священном Писании, Бог никогда не посылает испытания человеку сверх его сил, которые он может преодолеть. Бог знает сердце человека. Сказано, и волосы на голове ваши все сосчитаны. То есть Бог знает все, что будет с человеком, всю внутренность человеческую. Дьявол не может знать помышление сердца, он может только догадываться. А Бог знает все. И здесь Бог укрепляет Моисея и говорит, что возьми его за хвост, и он тебе не повредит. Тут опять же вспоминаются слова и Господа Спасителя Иисуса Христа, которые, например, записаны, если хотите, можем даже прочитать, в Евангелии от Марка. Это последняя глава, очень легко найти. Евангелие от Марка, 16 глава. Здесь говорит Господь, когда дает напутствие своим ученикам-апостолам, то он говорит им следующее, да. У веровших же, это 16 главе, 17 стих, у веровших же будут сопровождать сей знамени, именем маем будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных и так далее. То есть мы видим, что здесь такой прообраз того, что если Бог что-то хочет, Он может изменить любую природу, любое состояние, для того, чтобы показать человеку, что Моисей проявляет сомнение, кто меня будет слушать, и будет ли меня фараон слушать. Почему он проявляет это сомнение? Мы помним его первую попытку, когда он хотел заступиться за братьев своих. Но там ему пришлось даже убежать, вот к Иофару, и жениться на Сепфоре, потому что они его не поняли. И теперь он сомневается, послушает ли теперь фараон его, чтобы отпустить народ свой, чтобы помолиться Богу. И далее мы читаем с вами, и Господь ему говорит, вот это будет знаменем. Да, но то, что он становится жезлом снова в руке, то есть это опять же говорит о том, что победа Бога, она будет всегда за Богом. Как писал Максим Грек, очень удивительные преподобные такие слова, он говорил, я и Бог, это большинство, и причем подавляющее. То есть если Бог с нами, то кто против нас. Итак, далее мы видим пятый стих. Это для того, чтобы поверили, говорит Господь, что явился тебе Господь Бог отцов, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. И еще сказал ему Господь, положи руку твою в себе за пазуху, он положил руку свою в себе за пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказа, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе за пазуху, он положил руку свою к себе за пазуху и вынула ее из-за пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело. То есть интересные здесь такие образы, которые предлагаются нам для размышления. Моисей засовывает руку свою туда за пазуху к себе, и вдруг она становится вся пораженной проказой. Потом он делает такое же действие, и вдруг она вся исцелена. Это прообраз, который хорошо выражен в обычной русской пословице. То есть такая пословица, как «у Христа за пазухой». Действительно, это пословица, это выражение вот этого события, которое здесь произошло с Моисеем. То есть это событие, руку, когда Моисей засунул, стало как проказ, потом опять ее положил за пазуху, она опять стала исцеленной полностью. Говорит о том, что Христос способен нас исцелить от всякого греха, но только тогда мы видим, что Моисей увидел, сказано, только тогда, когда мы увидим свои грехи. Вот признак здравия души, есть такое выражение, смеонного богослова, если я не ошибаюсь, святого, он говорит, признак здравия души – это видение своих грехов, видение самого себя. Очень интересный прообраз содержится по этому поводу и в Левите, 13 глава, 13 стих. Здесь говорится о том, что если человек придет к священнику, а всякий прокаженный, человек должен был приходить к священнику и показывать, чтобы священник объявил, чист он или не чист. И вот 13 глава, 13 стих книги Левит сказано «И увидит священник, что проказа покрыто все тело, то он объявит больного чистым, а если увидит, что проказа частями, то скажет, что не чист». Интересно для нас сразу такой вопрос, как это весь прокаженный и он его объявляет чистым, а не прокаженного, который чуть-чуть там какая-то болячечка у него где-нибудь есть, то он объявляет его нечистым. Снова и снова даются прообразы того, что если человек видит, как сказано, если грехи твои будут как снег, то как багряны убелю. То есть, действительно, Господь убеляет грехи человека, если человек видит всю свою несостоятельность. И третье, знамени в 8 стихе, если они не поверят тебе, не послушают голоса твоего первого знамени, то поверят знаменю другому. Если же и не поверят и двум с ним знаменем, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей ее на суше, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. То есть, это третье, знамени, вода, которая сделается кровью на суше, она по большей мере, опять же, означает то, как и произошло в деле нашего спасения. Когда Господь Иисус Христос был распят на кресте, то мы помним, что он был произведен копьем, и из раны его вытекла кровь и вода, и все это было, все это стекало на череп Адамов на Голговском христе, омывая первородный грех. Вот, например, некоторые отцы видят в этом именно такое указание. Далее разворачиваются события достаточно стремительно. Господь уже направляет Моисея, да, еще что для нас, для того, чтобы он пошел в Египет. И он собирает всю семью здесь, как треть, четвертая глава об этом описывает. И когда вот тут интересное событие, его нельзя как бы выделить в другую, следующую нашу встречу, я бы на нее хотел обратить внимание, что когда Моисей идет уже, чтобы вызволить народ свой из земли египетской, то он берет с собой жену и сына, и здесь, говорится, дорогую, 24 стих, на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сифора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего, бросив к ногам его, сказал, ты жених кровью меня. И отошел Господь от него, когда сказал, ты жених кровью меня. Интересное событие, о чем здесь речь. Дело в том, что мы помним, что обрезание — это был завет народа Божия с Израилем и прообраз святого крещения. Здесь говорится о том, что Моисей пошел на дело служения, на миссионерское служение, он пошел всей семьей, но здесь сбывается над ним правило апостола Павла. Апостол Павел пишет так, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. То есть здесь говорится о том, что Моисей пошел для того, чтобы служить Богу и позволять народ другой из рабства, из рабства греха, так в миссионерское такое путешествие, но он забыл о своей семье. То есть забыл о том, что у него оказывается один сын некрещеный, потому что правовый образ крещения — это обрезание. И здесь Сепфора берет каменный меч, камень в священном писании — это всегда Христос, как сказано, что камень от веры строительной сделался главой угла. И она делает это обрезание. Ему обычно, как, опять же, говорят комментаторы, женщина никогда не участвовала в обрезании. Но здесь крайняя ситуация. Точно так же, хочу сказать, есть и в православии. Есть такое правило, если, например, все благочестивые православные христианки, когда идут рожать, они берут с собой крещенскую воду. Если вдруг, ну, все мы ходим под Богом, и никто ничего не застрахован, когда кто из нас приведет в вечность. Поэтому, если вдруг угрожает смертельная опасность новорожденному, то женщина имеет право его крестить. Троекратно во имя Отца и Сына, и Святаго Духа с наречением имени, и это будет считаться действенным. Если с ним ничего не случится, с ребенком, то она должна прийти в храм, чтобы только уже миропомазать. Причем водное крещение будет считаться действенным. Его не надо будет совершать уже в другой раз. Будет считаться действенным. Если он перейдет, ребенок, от этой жизни в вечную жизнь, то за него можно будет молиться, за него можно будет подавать на Евхаристию. То есть, он считается как крещеный православный человек. Это очень важное замечание. Итак, Господь в 4 главе дает 3 знамени, как мы видим, которое указывает прообразно на события Нового Завета и относится непосредственно к нашей жизни, что касается проказа, что касается власти Бога над человеком, над дьяволом. И также вот это замечание, которое есть по поводу Сипфоры, то, что когда мы идем с вами служить Богу, не будем забывать, если мы, конечно, не монашествующие, да, люди семейные, не будем забывать о том, что Бог нам предназначил и дал заботу о собственной семье также не менее, чем о людях, которые находятся за пределами православной церкви. Так, по сжатости времени хотелось бы еще добавить в 4 главе небольшой фрагмент, когда Господь говорит, что Моисей выражает сомнения, идти ли не идти, для того, чтобы избавить народ свой из египетского рабства. И говорит о том, что я человек косноязычный. Но Господь, тем не менее, посылает его к тому, чтобы он шел на это служение, потому что Господь смотрит на сердце человека. Но здесь говорит, что устами твоими будет тебе Арон. Да, вот здесь это 4 глава, 13 стих. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея. Он сказал, разве нет у тебя Арона, брата Левитянина? Ты будешь, 15 стих, ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих, при устах его и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, и ты будешь ему вместо Бога. Тут нельзя просто упустить действительно эти события, когда Арон и Моисей направляются Богом вместе. Святитель Кирилл Александрийский опять же замечает, цитата, «Моисей и Арон были для древних прекрасным прообразом Христа, дабы три представлял себе Эммануила, который по премудрости устроения в одном и том же лице есть и законодатель, и первосвященник». И далее продолжает, «В Моисеи мы должны видеть Христа как законодателя царя, а в Ароне пророка как первосвященника». Конец цитата. Мы видим, что очень интересное такое аллегорическое столкование, то есть здесь святитель Кирилл Александрийский обращает внимание на то, что как бы в прообразе Моисея, в прообразе Арона, здесь видит два достоинства, которые есть во Христе – царское достоинство и пророческое. Если мы с вами не наш предмет, я думаю, что вы сможете посмотреть другие лекции и достаточно подробно рассмотреть родословно Иисуса Христа. Если мы ее рассмотрим, то увидим, что Христос – это царь по мужской линии и одновременно и священник по линии Пресвятой Богородицы. Именно Пресвятая Богородица была из колена Аронова. Итак, мы видим, что Господь посылает этих двух мужей. Еще интересное здесь необходимо замечание, что Господь, сказано, прогневался на Моисея, то, что он не хотел идти. И здесь мы видим, что когда мы говорим о гневе, нужно помнить, что если сказано где-то в Священном Писании, что Бог на кого-то гневается, это, конечно, не означает подобно тому, как мы привыкли видеть человеческий гнев по отношению к другому человеку. Гнев Божий – это всегда некое такое состояние любви к человеку для того, чтобы человека каким-то образом вразумить то, что Бог ему хочет сказать. Да, вот искусство гнева. Нашел специально, сделал выписку, думал, потерял, слава Богу, что вот она есть для нас с вами. Это святитель, опять же, Климент Александрийский пишет, цитата, «Бог, следовательно, не так гневается, как некоторые думают, но в большей части случаев Он хочет людей обуздать, постоянно их увещевает и им объясняет, что надлежит им делать. Но это искусство в нас страх вселяет, чтобы мы не грешили и есть доброе искусство». Конец цитата. Хочется тут напомнить, что подобно тому, как действительно врач иногда человеку дает горькие лекарства, и мы знаем, что дети у нас, когда заболеют, особенно в такое вот время, когда не поймешь, какая погода, то когда им заставляют пить лекарство, особенно если оно горькое на вкус, то они не хотят. Им это не нравится, но родители знают, что для них это будет полезно, и они выздоровеют. Точно так же, как иногда бывает, что, например, маленький ребенок, он, скажем, хочет узнать, как это вдруг из телевизора дяди попадают через шнур, через розетку, я слышал у них такие фантазии, попадают на экран телевизора, он начинает там пальцем туда ковырять в розетку, мама ему говорит «нельзя, отойди». Он опять продолжает «опять нельзя», у него уже там начинают какие-то соображения, он берет там булавку, начинает крутить этой булавкой, мама видит, что уже опасность очень близка. И она подходит, оттягивает его или там дает ему легкую такую оплеушку. Но никто не скажет из нас, что здесь в этом случае проявляется какой-то гнев. Скорее, наоборот, в этом случае проявляется не гнев, а любовь. Потому что мать знает, какие будут последствия, когда будет вот такой подобный нездоровый интерес. Точно так же Бог. Бог всевидящий, всезнающий. Он тоже знает, что это будет неполезно человеку, и не только неполезно, но и опасно. Поэтому, когда говорится о гневе Божьем в Священном Писании, всегда это некое предостережение. И еще, что здесь необходимо заметить, в 16 стихе сказано «И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». То есть интересные слова «ты будешь ему вместо Бога». Мы знаем, что в Священном Писании есть несколько таких словоборотов, сказанных «Вы – чадо Божие, и Господь сотворил человека по образу и подобию Божию». В Священном Писании и в православном учении мы всегда разделяем два понятия – Бог по рождению и Боги по благодати. То есть Бог по рождению – это как мы с вами и поем в «Символе вере» – «рожденно, несотворенно, единосущно отцуем же вся быша». А Боги по благодати – это мы с вами, потому что мы причастники благодати Духа Святаго по таинствам, по таинству крещения, по таинству исповеди, по таинству причастия становимся сынами и дочерьми Божьими. Поэтому, когда здесь говорится о том, что Бог будет, а ты будешь Ему вместо Бога, имеется в виду как наставника, как стоящего выше в некой иерархической, так что чуть-чуть ступени. Это тоже замечание, которое, на мой взгляд, необходимо было здесь вот так вот подчеркнуть. Итак, мы видим, что, да, еще можно сказать, что снова и снова повторяются эти слова. Если уже так завершить и отступить от четвертой главы и продолжать дальше нам с вами исследовать книгу Исход, то здесь мы видим, что в 21 стихе четвертой главе снова повторяется, что Господь ожесточает сердце фараона. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвращаешься в Египет, смотри все часа, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народ». На прошлом занятии мы с вами уже касались этого вопроса, но он все время встречается в Священном Писании, но дальше мы увидим, что фараон сам ожесточает свое сердце. Поэтому, так или иначе, мы его у отцов церкви постараемся рассмотреть с разных сторон. Ну, так, например, по этому поводу пишет Ироним Стридонский. «Ожесточение, ожесточенное самим собой». Цитата. «Итак, пишет он, пусть никто вместе с язычниками или манихеями не дерзает судить или порицать праведность Божию, но пусть самым ясным образом уверуют, что не беспощадность Бога столько раз озесточила фараона напротив божественных предписаний, но собственное жестокость и неукротимая гордыня». Он так, свидетель Ироним Стридонский, подчеркивает, неукротимая гордыня ожесточает сердце человека. И смотрите, как заключает. «Ибо что значит, что Бог сказал, ожесточу сердце его, как не то, что отнимется от него благодать моя, а ожесточит его собственное нечестие». Конец цитата. Действительно, мы видим, что, например, среди учеников Господа и Спасителя Иисуса Христа были апостолы. Мы знаем, что среди апостолов был один Иуда. И вот преподобный Макарий Великий, он спрашивает так, «Мог ли Христос обратить своего ученика?» Видим там очень такое трогательное, даже кульминационное такое событие, когда Иуда приходит в Евангелии предавать Христа, то Христос к нему обращается словами «друг, зачем ты пришел?». Вот на самом деле в Священном Писании Господь называет другом трех человек – Авраама, Давида и Иуду. Казалось бы, какое здесь сходство между этими людьми веры, верности Богу, людьми, которые любили Бога, и Давида Авраама, и Иудой. Что хочет Господь здесь сказать? Он здесь как бы дает еще один шанс на свободу воли Иуды и на его покаяние. И преподобный Макарий Великий так и пишет, обращаясь к этим словам «друг», он так и пишет, что мог ли обратить Господь Иуду? И отвечает «да», но не хотел это сделать против его воли без его намерения к покаянию. Бог никогда ничего не делает против воли человека. Бог любит человека и сам наделил его свободой. Поэтому и здесь фараон настолько ожесточился против Бога и против народа Израильского, как мы и дальше увидим, он и работами его будет угнетать. Настолько ожесточился, что сердце его стало уже неспособным к тому, чтобы принести покаяние. И как мы с вами говорили, что в Священном Писании, в книге «Исход» фараон это, в общем-то, прообраз дьявола. Поэтому будем помнить снова и снова, что все, что происходило здесь в Ветхом Завете, это прообразы, которые воплотились в Новом Завете. Но и для нас они имеют нравоучительный и, в общем-то, довольно важный характер для нашего христианского жизненного пути и для того, чтобы не совершать те ошибки, которые были совершены здесь, в этих прообразах, дающиеся нам в наставление и назидание.